Здравствуйте, дорогие ученики! Сегодня мы поговорим с вами про то, как на французский язык можно перевести на речи тоже. Потому что, ну, это на самом деле довольно употребительное слово, оно помогает нам избежать повторений и где-то красивее выразить свои мысли. Так вот, но сложность в том, что по-французски есть два на речи, которые переводятся на русский язык словом тоже. Это aussi и non plus. Кстати, надеюсь, вы уже открыли файл, который приложен к этому видео. Там вы сможете следить за всеми примерами, которые я буду приводить. Итак, начнем с самого простого. Это aussi. Наверняка вы это слово уже знаете, которое переводится тоже. Давайте посмотрим на первый пример. То есть, я обожаю Диор, и второй говорит, я тоже. Да, чтобы не говорить, moi, j'adore Диор, просто moi aussi. Либо это может быть в предложении. Si tu viens, je viendrai aussi. То есть, если ты пойдешь, я тоже приду. Ну, здесь, я думаю, все просто. Давайте пойдем сразу ко второму. Non plus. Итак, мы выяснили, что на русский оно переводится как тоже. Давайте посмотрим на примерах. Je ne veux pas y'aller, потом. Moi non plus. Я не хочу туда идти. И второй отвечает, я тоже. Может быть, вы уже догадались, что moi non plus используется, когда мы хотим сказать, я тоже нет. То есть, чтобы не повторять предложение, которое было сказано выше, но если оно отрицательное. То есть, j'adore Диор, это утвердительное предложение, поэтому я говорю moi aussi. Но je ne veux pas y'aller, это отрицательное предложение, поэтому я должен сказать moi non plus, я тоже нет. И также оно может употребляться и в составе предложения. Mon ami n'aime pas le froid, moi non plus. Мой друг не любит холод, я тоже нет. Отрицание, la negation, да, это третий пункт вашего документа. Посмотрите, как оно употребляется в отрицательном предложении. Je ne suis pas d'accord non plus. Я тоже не согласен. То есть, non plus не выступает здесь как отрицательная частичка. И вы можете повторить ne и pas, и потом использовать non plus. То есть, в отличие от, например, наречий rien, например, je ne veux rien, да, или je ne veux pas non plus. Я тоже не хочу. То есть, здесь мы можем и ne, и pas употребить, и потом еще non plus. Ну, давайте пару предложений на практику. Если я вам говорю, j'aime le sport, то что вы мне скажете, moi aussi или moi non plus? Правильный ответ, moi aussi, потому что это утвердительное предложение. Либо, если я скажу, je n'aime pas l'hiver, то как здесь правильно сказать, moi aussi или moi non plus? Je n'aime pas l'hiver, moi non plus. Да, я тоже не люблю, потому что предложение отрицательное. Ну, вот в теории это все. И у нас остался четвертый пункт. Это вопрос с подвохом. Есть такая песня и даже одноименный фильм у Сержа Гинсбура, который называется «Je t'aime moi non plus». Можете ли вы перевести эту фразу? Ну, дословно она звучит так. «Я тебя люблю», и второй договаривает «Я тебя тоже нет». Ну, я скажу два слова про смысл. Здесь понятно, что автор намекает на лицемерие того, кто говорит «Я тебя люблю». Ну, желаю, чтобы в вашей жизни всегда было «Je t'aime moi aussi». Вот.